Дай мне поспать, ещё рано. Встаю, я встаю. Чёрт, я снова проспала. Майкл меня точно убьёт. Лина, сколько можно опаздывать? Лин, что с твоими волосами? Эээ, ну, я забыла расчесаться. Хи-хи. Лина, ты очень часто опаздываешь. Я понимаю, какая у тебя в данный момент ситуация с жильём. Для тебя это последнее предупреждение. Если ты ещё раз опоздаешь, то я буду вынужден тебя уволить. Хорошо, я вас понимаю. Можешь быть свободна. О, это ты, Соня Лина? Я думала, тебя уже уволили. Рита, на себя посмотри. Сама приходишь на работу, когда тебе захочется. Я не собираюсь тратить на тебя время. Слушай, может ты с ней помягче будешь? Она же только недавно похоронила своего отца. Мне на неё плевать. Если она не может работать нормально, это уже её проблемы. Ну, конечно, тебя же муж обеспечивает. Если меня уволят, то мне придётся несладко. Папа, как мне тебя не хватает. Эй, смотри, куда бежишь. Так и убить можно. Пожалуйста, простите меня. Давайте я помогу вам встать. Спасибо. Я и сама встать смогу. Ещё раз простите меня. Могу я вас попросить об одолжении? Если к вам подойдут два парня и спросят обо мне, можете сказать, что я ушёл в тот переулок. Я бы могла вас послать куда подальше. Я скажу, если про вас кто-то будет спрашивать. Спасибо вам большое. И чё я такая добрая? Простите, вы не видели здесь парня в серой кофте? Видела, он пошёл вон в тот переулок. Спасибо вам большое. Почему я постоянно оказываюсь в эпицентре такой жопы? Ладно, пора домой уже побыстрее возвращаться. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Грёбаные синоптики! Говорили, что сегодня без осадков! Ох, сейчас приму душик и спать! После душа Как хорошо, когда есть душ с горячей водой! Странно, кто будет звонить в такое время? Алло, это кто? Добрый вечер, вам звонят из коллекторской службы. Мы узнали о смерти вашего отца, приносим свои соболезнования. Спасибо. Так зачем вы мне позвонили? У меня ещё полгода есть, чтобы закрыть задолженность. Знаете, у нас поменялись планы, и вы должны закрыть задолженность в конце этого месяца, иначе вас выселят на улицу. Что? Вы понимаете, я такую сумму не соберу за месяц! Извините, это уже не наши проблемы. Я вас поняла. До свидания. Папа, зачем? Зачем ты взял столько в долг? Утром Зачем ты взял столько в долг? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кого в такое время принесло? Иду я, иду. Кто может прийти так рано? А это ещё что? Задание первое. Там, где существует тьма, всегда будет жнец. Что за тупые задания? Хотя я знаю один переулок, где всегда мрачно и темно. Там ушивается одна лукашня. Зашибись, в один же день меня убьёт алкаш за бутылку. Ну или кто-то сядет на бутылку. Ой. Через полчаса. Ну что, удачи мне. Как же я не хочу туда идти. Это же была одна из участниц этого квеста. Он... он убил её. Нет, прошу. Не убивайте меня. Малышка, я у тебя в долгу за то, что не сдала меня. Поэтому я тебя не убью, если ты сбежишь за 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты милашка. Ты милашка. И почему ты её не убил? Это уже не ваше дело. Это наше дело. Не забывай, что ты работаешь на нас. Почему вы тогда сами её не убьёте? Но тогда это будет не так интересно. Ты должен её убить. Понял? Понял. Почему это происходит всё со мной? Нет, прошу, не надо. Слушай сюда. Ты сейчас пойдёшь со мной, поняла? Но... Но вы меня всё равно убьёте. Если ты не пойдёшь, то точно убью. Молча садись в машину. Молча садись в машину. Твоя комната прямо по коридору. Из комнаты ты можешь выходить только на кухню в туалет. Ты меня поняла? Эээ... Да. Иди в свою комнату. Папа, почему это происходит со мной? Эээ... 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 Комната достаточно большая. Походу, у него ни девушки, ни сестры нет. Блин, я есть хочу. Пойду поем. Блин, и где кухня? А, ой... Привет. Ты что-то хочешь? Ну да, тебя. Эээ... Ну, я хотела поужинать. Ужин почти готов. Я тебя позову. После ужина... Я объелась. Зачем он мне помог? Он все равно убьет меня. Братишка, я так по тебе соскучилась. Я тоже по тебе соскучился, малявка. Я не малявка. Братик, почему ты не сказал, что ты нашел девушку? Она не моя девушка. Она жертва. Майк, ты снова за свое. Ты понимаешь, я не смогу прикрывать тебя вечно. Рано или поздно полиция найдет тебя. Элис, я сам с этим разберусь. Ты мне скажи, почему ты так резко приехала ко мне? Ну, я... Ты опять довела Джона, что он отправил тебя ко мне? Да, ты же не бросишь твою любимую сестренку. Куда я денусь? Спасибо, братик. А теперь ты. Спасите! Грядет буря. От синоптик, я так вижу. Спасибо, что дала мне свою одежду, Элис. Не за что. Ты мне лучше скажи, как так получилось, что Майка наняли тебя убить. После рассказа... Как-то так. Как-то так. Этот квест... Он снова... Лина, этот квест нельзя пройти. Полиция уже несколько лет ищет организацию, что устраивает этот квест. Но что самое ужасное, так это то, что брат ввязался в это. И если он не убьет тебя, то сам станет жертвой. Что? Что? Я его предупреждала, но он меня не слушал, и сейчас вы оба в опасности. Его могут убить из-за меня? Лина, что с тобой? Что у вас случилось? Элис, выйди, пожалуйста. Лин, прошу, не плачь. Зачем ты мне помог? Меня все равно убьют. Я не дам им тебя убить. Почему ты решил меня защищать? Это не важно, просто доверься мне. Майк, ты успокоил Лину? Не, ну если вы хотели остаться наедине, то бы сказали сразу. Элис, это не то, о чем ты подумала. Не буду вымешать, голубки. Я пойду, если что, мы будем в гостиной. Позже. Ура, я победила. Это не честно, ты мухлевала. Признай, братик, я лучше играю. Элис, а я могу с тобой поиграть? Конечно, я буду только рада. Вы играйте, а я пойду отойду. Нет, ну как так? Элис, мне Майк сказал, что он меня защитит от этих людей. Но когда я у него спросила, из-за чего он так решил, он просто мне не ответил. Он не хочет потерять тебя, потому что ты очень похожа на его девушку. Эти люди убили ее три года назад. Я отойду на пару минут. Элис, я сто раз просил стучаться. Лин, ты чего? Давай просто постоим так. Будь счастлив, любимый. Лина, если ты не против, я кое-что сделаю, хорошо? Хорошо. Соболезную. А, ну, соболезную. Что случилось? Он украл у меня мой первый поцелуй. Это был твой первый поцелуй? Да, а если ты не заткнешься, я тебя к чертям кастрирую. Ого, кто-то хорошенько получил. Ничего я не получил. Ой, а кто-то может остаться без достоинства. Элис, заткнись. Майк, ты чего? Ничего. Я одет inside. Мне восемь лет, ой. Я пойду прогуляюсь, ты присмотри с Алиной. Братик, братик. Майк, полный дурак. Луна, красивая. Лина, пойдем посмотрим фильм. Лин, ты тут? Эх, ночной город такой красивый. Да, он очень красивый, но и опасный. Кто вы такой? Я тот, кто начал эту игру на выживание. Вы, вы же... Ты уже поняла, кто я. Молодец. Но это тебя уже не спасет. Что вы от меня хотите? Сейчас узнаешь, малышка. Я дома. Элис, что случилось? Лина, она пропала сразу после того, как ты ушел. Не волнуйся, я поищу ее, а ты останься здесь. Может, она вернется сама. Черт, я уже час ношусь по городу. Лина, я надеюсь, ты в порядке. Ну что, Лина, ты согласна подписать документы? Я ни за что не подпишу их! Тебе придется, малышка. Зара, напомни-ка мне, что станет с Майком, если он не выполнит свою часть сделки. Он станет жертвой, и новый убийца убьет его. Мы можем убить не только его, но и его сестру. Что? Прошу, не надо! Но если ты подпишешь документы, то мы не будем его трогать. Хорошо, я их подпишу. Вот и умничка. Когда она подпишет документы, убей ее, потом займись тем щенком и его сестрой. Хорошо, как прикажете. Я могу сходить в уборную. Пошли, я тебя отведу. Лина, слушайте тебя. Слава богу, ты живая. Как же я волновался за тебя. Ну все, голубки, хватит миловаться. Ты? Вы знакомы? Лина, прости меня, что не поверил тебе тогда. Прости? Ты говоришь прости? Ты уволил меня. Из-за тебя я попалась на крючок к бандитам, которые меня сейчас пытались убить. Лина, я правда не виноват. Прошу, извини меня, но нам нужно возвращаться, пока нас не заметили. О, нет. Лина, что-то не так? Они... Они могут убить Элис. Она же сейчас одна дома. Элис! Элис, домой никто не приходил? Нет, братик, никто не приходил. Майк, а кто этот молодой человек? Это мой хороший друг Майкл. Нам надо сейчас быть осторожнее. Ты проследил за нами, никто не шел? Нет, за нами никто не шел. Слушай, Лин, ты можешь позже поговорить потом наедине? Да, хорошо. Да целуйтесь вы уже. Вам обоим теперь хана. Вот же черти, нашли все-таки. Я надеюсь, с ребятами все в порядке. Элис, что ты тут делаешь? Элис, что случилось? Элис, а ты вообще кто? Я Джон, ее молодой человек. Солнышко, что же все-таки случилось? Я не могу сказать пока что. Хорошо, как тебе будет удобнее. Ну, может, вы у меня сегодня переночуете? Х-хорошо. Мне этот ее Джон кажется подозрительным. Котик, не грусти. Все с твоим братом будет хорошо. Я хочу тебе кое-что подарить. Ты не самоудобное время подобрал. Я уверен, он тебя порадует, но тебе надо отвернуться и закрыть глаза. Ладно, давай быстрее. Ты там где? Элис! Что тут произошло? Джон пытался меня убить. Элис, оставайся тут. Тут кто-нибудь есть? Как же я рада, что вы живы. Лина, кто тут? Элис, что случилось? И где Джон? Джон мертв. Он был посредником этих людей и пытался меня убить. Вскоре организаторы игры на выживание и его сообщников поймали и дали им долгий срок. Через полгода мы сыграли две свадьбы, Майю и Элис. Майю и Элис. ПОДРА";